А еще в Калифорнии сейчас цветут все кактусы, и алоэ цветет, и вот такие вот шарики. У тебя сегодня стиль такой прям калифорнийский. У меня? Да. Хочешь снять мой стиль? Мы приехали в Таранео. Ой, там танцы лунуться. Предложение, наверное. Тихо, 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 тихо. Вон, смотрите, кит или самолет, или кит, или дельфин. Ну, короче, на небе какая-то явно рыбка плывет. Вообще класс, да? Прямо к сону. Ну, прям, нет, больше, конечно, самолет похоже, да? Пару слов о моих бьюти лайфхаках. Иногда вечером я так чертовски устаю, что просто вот я не могу двух слов связать. И в таком ситуации делать какие-то масочки перед сном, пилинги, это очень сложно. Долго, и ты реально хочешь только завалиться в постель. Что в этом случае я делаю обязательно? Я беру тоник. У нас есть офигенный тоник. Если кто-то не знал, у меня есть своя собственная линейка косметики. Это не просто вот эта вот напичканная силиконами, парабенами и всякой хренью, закупленная на обычных фабриках, где производится куча другой тонной косметики. И просто ты покупаешь у них, знаете, вот такая выделенная линия. Это специальная косметика, которая создается в лаборатории, чуть ли не в домашних условиях. Таких, знаете, очень выборочно. И каждый ингредиент подбирается с учетом эко-стандартов. И у нас есть офигенный тоник. Он очищает глубоко, увлажняя параллельно кожицу. Вот я только что им очистилась. Посмотрите, какая она хорошенькая. Ну и так как самых два главных этапа в любом уходе – это первое очищение, что мы и сделали моим любимым тоником Pacific, да, тоник, Pacific. А следующее, видите, логичное название будет Ocean – Тихий океан. Это уже будет тонер-мист, спрей, который покроет вашу кожу такой увлажняющей пленочкой и будет активировать действие всех хороших, запечатанных в эти средства ингредиентов, притягивать влагу. Я уже набрызгалась. Это быстро, потому что реально хочется спать очень сильно. Вы брызгаетесь и бежите. Все, у вас уже кожица вся увлажнена, подтянута, и можно отдыхать. Кстати, цены у нас снижены по-прежнему. Смотрите, и приятного шоппинга! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжаю знакомить моих девочек. Ну, вернее, моя мама-то это все видела, и мою подругу. Получается, что и вы тоже ходите со мной вместе на экскурсии по всем этим достопримечательностям, в сторисах. Сегодня мы приехали в Крифис-Обсерваторию. Она примечательна тем, что находится на холмах Галебуда. Прямо недалеко от этого самого отписи. Она здесь хорошо просматривается. Здесь очень много туристов. И очень хороший вид на Лос-Анджелес. Сегодня небольшая дымка, но все равно видно. И если когда здесь нет дымки, то прям можно видеть весь Лос-Анджелес и до самого океана. Пойдемте передвинуться в другую точку, из смотровой площадки, и увидим еще больше. А вечером, кстати, на закате здесь начинают быть койоты. Ну, там люди совсем как в роднишке. Сегодня очень исчерченное небо химическими трассами самолетными. Это даунтаун Лос-Анджелеса. Вон летают в Роталевоту над Лос-Анджелесом. Не знаю, если вам видно. Дальше мы идем, двигаемся на запад Лос-Анджелеса. Мы видим Санчуэй-Сити, как раз-таки, где работает Дэн. Вон, видите, две башни в Ленинце. А если посмотреть туда правее, туда будет уходить Санта-Моника, Малайбу. А если посмотреть левее, то будет на Арима-де-Л-Рейк, где мы живем. Но сегодня, видите, туман лежит на океане, поэтому... А вот та гора, которая виднеется вдалеке, это Палас-Верес, где мы вчера как раз-таки были. Вот так вот, все на ладони. Продолжение следует...